МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на 12-м канале. В студии Евгений Мкиевский. Здравствуйте. Мы предлагаем вам обзор главных городских событий и событий в регионе. Не смотрите в этом выпуске. Голый лед. Акция с таким названием стартовала сегодня на канале 12. С жалобами на плохую работу коммунальщиков можно обращаться к журналистам в социальной сети ВКонтакте. Подробности в новостях на канале 12. Телевизор и микроволновая печь в счет уплаты долга за коммунальные услуги. Судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний вышли в рейд. Подолжникам подробности материаля Татьяна Ждановой. Две игры, две победы. Не самый сильный состав волейбольной команды Северянка победил приморочку. Матчи прошли в Череповце. Итак, 76 череповчан травмировались за неделю на улице. Им понадобилась медицинская помощь. Гололедица на дорогах в прямом смысле слова валит с ног. Особенно горожане жалуются на дворовые территории и внутриквартальные проезды. Здесь зачастую вместо дорожек голый лед. Акцию с таким названием решили объявить журналисты канала 12. Подробности о Вере Кучеренко. Советский 61. Широкий внутриквартальный проезд. Судя по объему ледяного наката, не убирали здесь давно. Признают это и городские коммунальщики. Упустили, говорят. Пока мы любовались стихийными ледяными горками, подтянулась и техника с песчано-соляной смесью и дворник с лопатой. Приоритет у дорожников – основные магистрали. За внутриквартальные проезды берутся во вторую очередь. Транспортных средств у нас выходит порядка 25-30 единиц в дневную смену и до 40-45 единиц в ночную смену. Ручники работают в первую очередь на дорогах первой категории, на больших магистралях и на социальных объектах. А потом они уходят во внутриквартальные проезды. То есть они фактически сигнализируют. Настораживает и медицинская статистика только за последнюю неделю. С уличной травмой во вторую областную больницу обратились 76 череповчан. Индустриальный район – 31 человек получил уличную травму. Заречи – 25, 104 – 13 человек. И ФМК – 6 человек получил уличную травму. Один человек получил травму на автобусной остановке, пять на пешеходном переходе, остальные все именно на улице города. Не просто и во дворах. Здесь за уборку отвечают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и так далее. Их, как и городских коммунальщиков, контролирует Центр профилактики нарушений, а также Комитет по благоустройству мэрии. Уборка снега должна осуществляться после 6 часов. В течение 6 часов все должно быть убрано. Льда, наледи, накатов во дворе быть не должно. Если должно, обрабатывается песко-соляной смесью или другими противогололедными материалами. Они вылеживаются 4 часа, топят лед. И далее дворник должен проходить и собирать эту, скажем так, кашу. Таковы единые нормативы для всех городских территорий. Только вот порой найти хозяина бывает трудно. Часто случается, как в той самой поговорке у семи нянек, дитя без глазу, территория может быть поделена на несколько частей, а значит несколько хозяев. Это могут быть управляющие компании, обслуживающие близлежащие дома. Это может быть общегородская территория, а значит ответственны здесь городские коммунальщики. Найти хозяина и призвать к ответу можно с помощью Комитета по благоустройству по адресу Советский 57 или по телефону 50 24 40. Не остались в стороне и журналисты канала 12. В прошлую зиму канал 12 объявлял акцию «Чистый двор». Тогда на плохую работу коммунальщиков по уборке снега приходило огромное количество жалоб. Этот сезон стартовал гололедицей. И канал 12 объявляет новую акцию «Голый лед». Если в вашем дворе или внутриквартальном проезде вместо дороже «Голый лед», присылайте сообщение в группу канала 12 ВКонтакте, напишите адрес и приложите фотографии. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости. В том числе гололедец стала причиной аварии под Череповцом. Сегодня на загородных автодорогах произошло два ДТП. Первое ЧП случилось на 116-м километре трассы Вологда-Новая Ладога. Столкнулись ВАЗ 99-й модели «Фольксваген-Транспортер». По предварительной версии водитель отечественной машины разворачивался и столкнулся с иномаркой, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП пострадали две пассажирки 99-й, их доставили в больницу. Еще одна авария произошла на трассе Череповец-Белозерск. Женщина на ладе 12-й модели не учла сложные погодные условия, не справилась с управлением и прокинулась в кювет. К счастью, автолюбительница не пострадала. Уважаемые водители, при управлении транспортными средствами необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, не осуществлять необдуманные маневры. Будьте внимательны на дорогах, особенно на загородных трассах. Общественная палата Вологодщина оценит региональный бюджет. Главный финансовый документ области передали на рассмотрение накануне. Напомню, до этого прошло заседание законодательного собрания региона. На нем депутаты приняли в первом чтении областной бюджет и утвердили его основные параметры. По распределению денежных средств голосование будет в декабре. В этом году Департамент финансов области осваивает новый проект «Открытый бюджет для граждан». Финансовый документ размещен на официальном сайте. Ранее общественная палата просила губернатор области задействовать активистов при рассмотрении бюджета. Теперь общественники смогут изучить проекты документа и перед вторым чтением в ЗСО провести публичное обсуждение с участием Департамента финансов области. Мы надеемся, что общественная палата Вологодской области активно посмотрит параметры бюджета и конструктивные предложения с учетом жителей нашей Вологодской области также представит для принятия его в окончательном виде уже на сессии законодательного собрания 9 декабря текущего года. Поэтому передаю открытый бюджет для граждан на 2016 год и надеюсь на конструктивную работу. Более 10 миллионов рублей должны череповчане муниципальным управляющим компаниям. Такие суммы копятся годами, говорят специалисты. Накануне коммунальщики совместно с судебными приставами вышли в рейд по неплательщикам. Визиту сотрудников федеральной службы и журналистов должники не обрадовались. Подробности далее. Пусть вас судебных приставов. Откройте двери. На просьбу сотрудников ведомства пенсионерка откликнулась не сразу. Спустя пару минут женщина все-таки открыла дверь. Однако пускать приставов внутрь не собиралось. Присутствие журналистов в должницу и вовсе разозлило. Пойдемте сейчас в комнату вместе с вами. Извините, пожалуйста. Вот это и парки я не пущу. Это я закон не знаю. Нет, Лидия Аркадьевна, вы сейчас вместе со мной пройдемте. Нет, я даже вас не пущу. Череповчанка решила наедине поговорить с приставами и закрыла дверь. В этот момент пришел сосед пенсионерки. Он и пустил журналистов в квартиру. Съемочную группу канала 12 женщина выгнала. В квартире остались наши коллеги. Самостоятельно выйти они не могли. Пенсионерка закрыла дверь на замок и не хотела выпускать ни видеооператора, ни приставов. Сбоем, конечно, мы посмотрели комнату у должника. В комнате у должника ничего ликвидного нет, не обнаружено было. Поэтому в настоящее время обратить взыскание на имущество должника не удалось. Будем обновлять запросы в банке, направлять, обращать взыскание на пенсию должника. То есть удерживать с пенсии денежные средства. Это полное обогащение задолженности. Контакт с должником не удалось установить. Должник неадекватно себя ведет. А вот соседи бабушки к визиту судебных приставов отнесли спокойно. Хозяйке квартиры дома не оказалось. Дверь открыла ее дочь. С ее слов долг, который числится за семьей, погасить нереально. У них зарплату они получают. Как это работает? Если есть работа, то они получают нормально. А если нет, то 6 тысяч и две за садик. Это же невозможно. В счет оплаты долга приставы описали имущество должника, телевизор и микроволновую печь. Бытовую технику на ответственное хранение оставили девушке. В течение 10 дней ее мать должна выплатить управляющей компанией почти 40 тысяч рублей. Иначе ценные вещи выставят на продажу. Но и в этом случае вырученные средства погасят лишь часть задолженности. По данному домополосю женской семь более 200 тысяч долг. Это всего лишь 10 квартир, но должны они достаточно много и не платят длительный период времени. В целом по нашему фонду более 10 миллионов задолженность. На данный момент 8 миллионов взыскано по решениям суда. По словам специалистов, арест имущества мера эффективная. Большинство должников буквально на следующий день приходят в отдел судебных приставов и гасят свои долги. Совместные рейды представителей федеральной службы и управляющих компаний проходят два раза в месяц. Татьяна Жданова, Сергей Павлов, новости. Проблемы подростковой преступности оценили в областном правительстве. Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав решили активнее проводить профилактическую работу. Поводом для беспокойства стало то, что дети в последнее время чаще завершают преступления. Росту количества правонарушений способствует ухудшение экономической обстановки. Тяжелее становится жить, становится меньше возможностей. И, естественно, это вызывает такие, условно говоря, криминальные соблазны в среде несовершеннолетних. Очень ярким показателем является то, что не резкий, но серьезный всплеск правонарушений в среде несовершеннолетних против собственности. За 9 месяцев этого года несовершеннолетние в Алакжане совершили более 500 преступлений, что больше прошлогодних показателей на 16%. Специалисты уверены, что дети реже переступали закон, нужно работать с неблагополучными семьями. Таких в регионе около 800. В них воспитывается в общей сложности 1500 детей и подростков. Контролировать ситуацию будут представители МВД, прокуратуры, системы образования, здравоохранения. В декабре они соберутся еще раз и с помощью видеосвязи обсудят проблемы с представителями городов и районов области. Малогодская область готовится к проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи. О ходе подготовки сообщил первый заместитель губернатора Андрей Луценко. Специалисты соберут информацию о ситуации в сельхозпроизводстве, наличии ресурсов и о том, как они используются. Сельскохозяйственная перепись проведут с 1 июля по 15 августа следующего года. Проводится она раз в 10 лет. Последняя прошла в июле 2006 года. Новые данные позволят принимать правильные управленческие решения и максимально эффективно использовать господдержку агропромышленного комплекса. Сейчас ценность такой информации в том, что она позволяет оценить уровень продовольственной безопасности страны. Это особенно актуально в рамках работы по импортозамещению продовольственных товаров. Естественно, этой работе чиновники уделяют внимание постоянное. В 2016 году начнется более широко проводиться реконструкция. Рабочая группа создана, подготовлен план работ и мы эту работу начинаем. Мы предполагаем, что работа закончится в 2017 году. Будет охвачено, по нашей оценке, более трех тысяч различных предприятий, различных объектов, разной формы собственности и так далее. Проект «Деревня Душа России» станет частью областной стратегии развития. Об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Шерлыгин на заседании Общественной палаты области. Там был создан Координационный совет регионального проекта. Активисты своей главной задачей называют сохранение и развитие российской деревни и возвращение жителей на село. Проект «Деревня Душа России» начал развиваться в 2013 году в Тарнакском районе. Теперь его реализацию в регионе высоко оценили и на федеральном уровне. В День народного единства премию Общественной палаты России получила Валентина Погожева, председатель общественного движения «Деревня Душа России». Поддержку проекта оказывают и на уровне области. Ранее общественная организация получила грант на развитие. Наш проект уже перешлил границу именно культурной сферы. Он стал и проектом экономического характера, и проектом именно развития села, инфраструктурного развития села. И вот сегодня мы с вами начинаем говорить о том, что проект становится стратегическим. Он переходит еще одну границу. Он становится проектом, который будет являться системообразующим и стратегией нашей области. В завершении о спорте. Женская волейбольная команда «Северянка» одержала две победы над «Приморочкой» из Владивостока. Встречи прошли в рамках чемпионата высшей лиги А. Эти победы позволили Череповецкому клубу выйти на первое место в турнирной таблице. Подробности в репортаже Владимира Сентябрева. Первая игра «Северянки» с «Приморочкой» не получила слишком убедительной. Хотя начало матча было многообещающим. 8-1, 13-2, 20 на 7. И, казалось, должно было способствовать очень легкой победе. Но к концовке партии череповчанки начали сами не вынуждены ошибаться то при передаче, то в нападении. Это произошло потому, что на площадке у «Северянки» находился состав, который провел в таком виде лишь одну тренировку. Игроки, которые несколько дней назад обеспечивали команде выход в финал Кубка страны, отыграв с максимальной нагрузкой, получили заслуженную передышку. Усилиями молодежи добиться легкой победы сложно. Поэтому без помощи опытных волейболисток не обошлось. Так, во втором сете Ксения Кравченко победно завершила 8 атак из 9. И в итоге победа череповчанок в матче 3-0. «Мы должны играть намного лучше, чем мы играем. Есть моменты позитивные, есть моменты негативные. Но так как вы правильно сказали, что соперник был не самого сильного уровня, нам, конечно, больше хотелось бы позитивных моментов и чистоты в игре». Во второй день победа Северянки была уже более убедительной. В какой-то момент зрителям даже стало не очень интересно. Игру начинала основная шестерка, дабы не растерять игровой тонус перед важнейшими матчами с Сахалином. Итог первого сета очевиден 25-6. Далее в дело вновь вступили резервисты. Плюс небольшая расслабленность. И гости смогли набрать в двух последующих партиях более 10 очков. Но общий итог 3-0. «С любым соперником не нужно расслабляться. Тренер нам дал установку на игру. Мы выполнили. Я считаю, в общем, девчонки хорошо сыграли первую игру без меня, вторую игру со мной. Я очень рада, что поиграла эти две партии. Давно с девчонками не тренировалась, была в сборной. Но я считаю, что сегодняшняя игра была очень неплохой». Эти победы позволили Северянке выйти на первое место, которое она делит с Сахалином. В ближайшие выходные Северянка и Сахалин сыграют между собой в Череповце. Владимир Сентябрёв, Сергей Павлов. Новости. Далее смотрите прогноз погоды, затем продолжение сериала «Защитники» и многосерийной драмы «Братья Карамазовы». У меня к этому часу всё. Рассказ о главных городских событиях. Подружим уже завтра в 13 часов 30 минут. Увидимся.